Так, добрый день. Ага, мне божий, Игнатий Типович. Так. Я вот хотела спросить, у меня такой вопрос есть один, я прочитала сейчас... Так, у нас, подождите минутку, мы сейчас договоримся давайте. У нас всё записывается, выставляется в интернет, вы не против? Нет, нет, нет. Ну всё, тогда я слушаю. Ага. Да, вопрос такой, значит, я сейчас прочитала, ну, в комментариях, которые есть в скайпе, что христиане не благовеслуют в последнее время. Вот, и там указана причина о том, что... Ну, в них появилась вот такая боязнь перед начальниками. Ложное смирение. Вот. И я, в общем-то, сочетаю, я думаю, это, в общем, про меня-то и сказано. То есть вот эта ревность, она угасла от того, что, ну, как бы я не находила, можно сказать, близкого под ухо человека, который бы... Вот в Писании есть такое место, да, что слова про рока, они как вбитые гвозди. Да, то есть они ласкаперствуют, они. Вот. И... Может быть, даже я после его была, вот, когда вам я говорил, к примеру, Бог, да, то я думала, вот как сказать, ведь это очень, ну, действительно, как вбитые гвозди слова. Ну, в общем, короче говоря, я всё это растеряла, и там написано, что в итоге, ну, как бы дьявол добился того, что христианин имеет ложное смирение, и в этом ложном смирении он в итоге погибнет. Вот. И я сейчас понимаю, что у меня такое патастрофическое духовное состояние, как это написано, кто Духа Божьего не имеет, тот и не его. По сути, я вот испытываю себя, и я понимаю, что я не имею Духа Божьего. Одно только я знаю, что Бог есть он, да, и ищущим его воздаёт. Но, по сути, я вижу своё положение, вижу своё состояние, но у меня нет сил идти тем путём, чтобы вернуться к Господу. Как это написано, горе, если человек один, да, упадёт и не встанет. И заключает союз не по Духу. То есть по Духу я не могла найти человека, и в итоге, оставшись одна, в общем, всякая ревность по Богу, она угасла. И вот у меня такой вопрос. Всё-таки у меня тоже возраст уже не такой вот, по молодости лет много можно сделать. Возможно ли вот вернуть Бога, возможно ли вернуть эту ревность, и возможно ли вот укрепиться в силе Божьей так, чтобы не стыдиться Бога, чтобы благовествовать о Нём. Но я хочу, чтобы это вернулось в мою жизнь. Потому что, словами Павла, если сказать, даже если я это не имею, всё равно, для меня Христос – это жизнь. Не для меня жизнь, а смерть – приобретение Ему. Вот такой вопрос. Да как кто, кроме Вас, может разрешить Вам? Вот такое дело, которое касается Вашего личного отношения к Богу. В этой же заповеди отношения к ближним. Я не могу давать Вам советы, потому что я Вашу жизнь совсем не знаю, я могу общую такой контур нарисовать. Вы посты-то соблюдаете? Ну, в последнее время ничего не остаётся делать, как соблюдать, в надежде, что Господь всё-таки обратит на это внимание и даст мне знать, что мне делать. Видите, у Вас страха нет у Божьего, и поэтому Вам ни один совет не подойдёт. Вот у нас у матери было 10 детей живых. И как только ребёнка от груди отсадило, всё, все посты соблюдали, чтобы кто-то нарушал, мы даже это не знаем. Смотрите, я там сегодня, так, всё, то есть какие-то отговорки пустые, страха-то Божия нету. Как бы я стал делать, что Богу не угодно? Это всё для нас, для нашей пользы. Вы у нас тут, говорите, никого не знают. Вы на молитву-то приходите? Слушаю. Вам звонок поступает? Да. Ну вот, сколько раз Вы в день пропускаете? Ну, я в день, два-три раза удаётся меня услышать. А что не, почему до конца-то не удаётся? Я работаю. А где работаете? В магазине. Так, не пойму, что-то кошка кричит. Ну, это Вы по невозможности, не по лени. Но это так и есть, кто работает, тот не присутствует. А когда возможность есть, подошёл. Вы Слово Божие-то считаете, Евангелие? Да. Сколько раз Вы его считаете в день? Ну, я без Слово Божие вообще помру. Я не могу без него. Вы сами себя со всех сторон осмотрите, возьмите на бумагу где-то и напишите. Вот я встаю у Вас столько. Во сколько Вы встаёте? Рано посыпаюсь. А что значит рано? Впять это. Бывает раньше. Вот так. Это хорошо. Днём ложитесь? Нет. Ну, это у Вас какие положительные. А Вы выпиваете спиртное что-нибудь? Нет, вообще. У Вас это нет этого? Нет, нет этого. А какие у Вас есть подруги, друзья? С кем Вы общаетесь? Вообще, я из Литеранской церкви. И мы познакомились со Славой. С кем познакомились? Со Славой. Славой. Из Казани. С Вячеславом? Да. Ну, Вы там только хорошее найдёте. Он очень ревностный христианин. Да, вот он у меня один раз был. Я ему несколько раз звонила. Никак не могу дозвониться. Но я не знаю, почему, по какой причине. Ну, может быть, на работе. Он же работает. Но я тут и не нужен. Я с Вячеславом знакомый. Я думал, поближе. Вам удобнее с ним? Я вот что-то не расслышу. Переспрашиваю это. Ну, кого спрашивает-то? Из песен, исковерканный. Но Вы твёрдо это держитесь. Лишних друзей не имейте. Посты, которые положено соблюдайте. Считайте Слово Божие. Молитесь, что Бог дал вам дар слёз. Выпросите у Бога. Плакать о своих грехах. Плакать слезами благодарности. Слезами словословия. Что Он нас негодных нашёл и приютил. Представьте, люди, которые не имеют веру. Как им тяжело. Они на себя руки накладывают. Да, ну... Хорошо, я... Ну, вот Вы это узнала. Смотрите, как. Что? Ну, и... У Вас что-то будет меняться? А Вы в личной жизни с кем-то встречаетесь? С кем-то беседуете? Кто к Вам в дом заходит? Ну, вот, разве что вот... Слава знает сестру тоже из Литранской церкви, Лясян. Вот мы с ней общаемся. А кто она? Как назовите ещё раз? Лясян. Ну, её сейчас крещённое имя Елизавета. Я не знаю её. Она на молитве-то бывает с нами? Она со Славой вместе работает, и вот через неё я узнала о Славе. Понимаете, вот Вы даже всё... Я так спрашиваю, как говорят, на вскидку. А Вы сами себя смотрите, как встаёте, молитесь, какая у Вас потребность молиться, или какую-то пустоту, или бродить где-то с человеком, лишь бы ничего не делать только. А Вы так себя сконцентрируете, каждая минута дорогая и, может быть, последняя в этой жизни. И тогда уже Вы увидите своё состояние и побуждаете себя к тому, чтобы другим рассказать о Боге, достать Евангелие, раздавать. У Вячеслава там все эти данные-то есть. Он Вам ответит. От меня сейчас какой совет? Я вот говорю в общих. Так, а что-то упустил, не узнал. Самое, может, главное, я не спросил Вас. Вот, когда Вас кто-то обижает или как-то... Как Вы себя ведёте? Ну, по-крестьянски. Борюсь с обидой. Прощаю. А Вы в храм-то ходите? А? В храм Божий ходите? Да, конечно. В церковь-то. Как Вы одеты? Даже на то, посмотрите, как Вы одеты. Нормально. Ну, нормально. Это как Вы думаете, нормально. А Вы посмотрите, вот как у нас люди одеты. Платье у тебя, чтобы никаких разрезов не было. Почти до полу, не больше 10 сантиметров. Это всё имеет значение. Платок сделает, чтобы у тебя волосы не были. Ты их подстригаешь. Вот зачем ты подстригаешь их? Ну, видишь как? Вот я начинаю тебя цеплять, и тебе это не понравится. Я знаю, где тут что-то. Это нельзя делать. Для женщины волосы честь. У нас никто не делает это. Если делает, сразу будет делано замещание, и это не годится. Не годится. А мужчина бороду бреет, он у нас не будет никогда крещение принимать. Мы его не допустим. А тут она красится, женщина. У нас это даже не именуется нигде. Две общины. И которые сёстры ходят на благовестие. Когда Вы болеете, как больных посещаете, нет. Так-то возьмите в себя прямо 25-ю главу Евангелия от Матфея. И посчитайте её. И скажи, у тебя есть это или нет? Стремишься к этому или нет? И ты почувствуешь где-то что-то. Почему так живу? Вот сейчас идёт пост. Пост идёт уже 4 недели прошло. Сейчас 5-я неделя идёт. Вы знаете, когда? Была масляная неделя, потом. Вы за это время мясное, молочное или яйца ели? Рыбу? Нет. Я вообще, я пощусь в среду и в пятницу вообще ничего не ею и не пью. Нет. Кроме того, что в среду 5-ю свиней едите, 7 недель, вот что я сказал, там мясное, молочное, яйца и растительное масло только в субботу-воскресенье. Так установила православная церковь. Вы это что узнали и сразу к себе применяете. Как это есть? Помолилась вечером. Вы ложились пораньше, чтобы рано встать. С кем живёте-то? Я живу с внуком. Вот. Иногда старшая дочь, ну, мама его приходит, она просто в другой семье живёт. А сколько ему лет, внуку? Восемнадцать. Ну, большой. Как он себя ведёт? С кем приходит? Слава Богу, он сам по себе добрый. Я молюсь за него. Я ведь не про это спрашиваю. Добрых людей в аду очень много. Добрых людей. Но они Бога не знали. Вот она хорошая, ей нравится, она приняла мусульманство, и она радуется. Муж хороший. Всё правильно она говорит. Она была никакая. Но Христа нету, спасения нету. И за гробом ей ничего не светит. Потому что спасает кровь Христа. Я не могу рассуждать по-другому. Так написано в Писании. 1 Иоанн 1,7. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А у них там есть Исаак, пророк. Он не умирал. Для нас у них пророк. А у нас Иисус Христос. Бог и Сын Божий. Это же большая разница. Второе лицо троится. И поэтому хороший там это не ответ. Знает он Бога или нет? Служит ли Бог? Умрёт сегодня этот хорошего, куда пойдёт? Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не умеет жизнь, но гнев Божий пребывает на нём. Евангелие Теана 3,36. Ну я молюсь о нём. Как вы с ним занимаетесь? Желает он вас слышать или нет? Как он на вас влияет? Молитесь ли вы при нём? Вы всё это рассмотрите. Где-то вы найдёте. А так стонать это ничего не даст. Где-то я перегнула палку. И поэтому сейчас я стараюсь не вторгаться. А просто я понимаю, что если я буду молиться Богу, то Господь может спасти его. Ну вот я больше ничего не могу сказать. Вы сами себя исследуете. Посмотрите на себя в зеркало Писания. Не только в это зеркало на стенке висит, а через Писание как это будет выглядеть? Спасибо. В который вы ходите там в храм Божий. Как часто бываете в церкви? Не очень. Не очень часто. Не ходите? Не очень часто, потому что вот у нас со Славой был разговор. Он знает, что я в лютеранскую церковь хожу. В лютеранскую? Да, он знает, о чём мы с ним говорили. А почему вы в православные не ходите? Ну, это долгий разговор. Слава, он в курсе. И поэтому вот у нас с ним был разговор по поводу крещения. Что нужно в полное погружение креститься во имя. А откуда вы? Из Сына и Святого Духа. Вы не православные, поэтому вам всё это в новинку. Я и православная крестилась. Когда я веровала, я много крещений приняла. И вот от Славы узнала, вернее, от даже вас узнала, что есть крещения, которые установлены святыми раннего века. Но вы с лютеранским-то разговаривали, кто у вас там начальник-то был, который за себя, может, выдаёт как-то священника, но они никто, у них нет рукоположения, они обманщики. И он-то тебе что сказал? Он доволен, что ты ушла в православие или нет? Ну, они, в общем-то, знают, что я интересуюсь православием. У меня пока что ещё вот нет такого определения, принять вот это крещение или нет. Или то крещение, которое было раньше, оно действительно... Я немножко вообще запуталась в этом. Ну, вот это особенно. Ты видишь, я не думал, что вы там не православные. Вы в храм ходите, встаньте где-то в уголок и молитесь. Появятся новые какие-то люди, познакомитесь, увидите настоящие верующие-то. Может, кого-то пригласить надо. И дальше занимайтесь писанием, чтобы одна не была. Ты одна, квастишься в своём соку. Это плохо. А так, чтобы кто-то был, тебе сказал, ты вот, сестра Галина, не так поступаешь или кто-то, а ты сама себе хозяин. Так не бывает. То есть не должно быть. Прежде чем написано, кто имеет общение друг с другом, ходит во свете, как он во свете, и тогда кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха. Видите, у вас здесь уже одну дыру нашли. Вы обязательно в храм ходите. Притом ходите каждую субботу и воскресенье. И притом на улицу выйдете, и там посмотри, когда молишься, кому-то так принорвись, и когда выходите, там на улицу уже поговори, кто такая она, как. Посмотри, свой возраст, или, ну, может быть, разным, моложе, знают они, как кланяться. Вячеслав вам всё расскажет. Покажи, как кланяться, как на лоб совершить, два или три пальца, как у тебя будет. На чрево, на правой, вот так, где плечо соединяется, на лево, а не сюда толкать. И тогда поклон. Сейчас вот у нас поклонов 16 земных, чтобы головой коснуться пола, руками и коленями. А вы это даже не знаете, не молитесь. Молитвы превосиленно не считаете. У вас её нету. Сильно? Есть у меня молитва слов, есть православная. Нет, там может и не быть этого. Ну, вот такое дело. Вы к нам, когда приходите, тут сейчас неделю будем кланяться земные поклоны. Господи, владыка животаемого, дух праздности, уныния, любоначаляя, пустословия и сребролюбия, не дай мне и земной поклон. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и люби, даруй мне рабу твоему. Опять поклон. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать брата моего. Третий поклон. И таких поклонов 16 земных. Ты себя почувствуешь, какая. Тебя дьявол будет искушать. Да зачем мне это надо? Я уже заранее вам скажу. Одинаково. Сон потянет. Спина у тебя заболеет. Ну, он тебя будет переворачивать, как хочет. Одна. Господь говорит, где двое или трое собраны во имя его. Там он, двое или трое, они одна. Про одного ничего не сказано. Так вот тебе и все. Все на этом. Вот давай, что я тебе показал. Вот в этом районе хотя бы начни трудиться. Прямо к нам, с нами все время узнавают. Через два часа у нас вот молитва идет. Ровно. Стану, стану молитвой. Оденься так, что и волосинки не было на голове, видать. Платок один сначала. Видишь, как вот так вот подбежи его. А другой уже идет так. А это еще накидывайте тряпки разные. Это не покров. Я, что где нашла, то и накинула. Ты видишь, как у нас женщины одеваются. Посмотри, там Валентина Хапелина. А они у нас приезжали, крещение принимали. А у которого у них крещение, у лютерана, это не действительно по православным законам. Он и не имеет права крестить. Они не церковь. Ты еще, там, в 517 году Мартин лютер. А кто он такой? Монах. Он не имеет права никакого прощать. Грехи ему не дано это. А от него кто? Они не церковь. Так у вас все с нуля надо начинать. Вы бы сразу сказали, что лютеранка была. А я с вами мучаюсь. Ты еще. Да, я хожу в православную церковь, поскольку я ищу все-таки. Мне нужны живые отношения со Христом, с Иисусом. И священнику говорю, что я вот из православной церкви, но я ищу Христа. И поэтому вот беседую. Ну все. Вот такое дело. Начни с себя. И сама найди там, какие у тебя моменты. Я так просто сказал, что вот самое последнее тебе, это особенно важно. Ну все пока на этом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом.